Изучать русский язык Эвелине Гиль хотелось с детства. Девушка, говорит, манила его мелодичность. В университет поступила на русскую филологию и теперь преодолевает сложности грамматики Великого и Могучего. В Россию попасть очень хотела, но не только, чтобы познакомиться с традициями и культурой. Оказалось, что путь к сердцу туриста лежит через желудок. Когда я приехала в Самару, тогда впервые ела русские блюда. Для меня очень вкусные, например, солянка или уха, или блины русские. Я всегда хотела попробовать, как они по вкусу, но в ПОШе таких нет. Первая волна иностранных студентов из Китая были в Самаре в июле. У многих возникло желание не просто приехать снова, но и остаться, чтобы продолжать образование и, возможно, жить в России. Языковая школа дает реальную практику общения на русском языке для иностранцев. Организаторы надеются, что летняя школа станет началом постоянного обмена студентами для получения нового образовательного опыта и налаживания дружеских отношений. Мы, собственно говоря, и задумывали эту школу как хорошую молодежную тусовку, потому что ребята выдержали учебный год, им надоело сидеть, конечно, в аудиториях. Вот поэтому всего три часа занятий, потом экскурсии и по Самаре, и с выездами в Ширяево и другие места области. Экскурсии по музеям, исследования исторического центра Самары, конечно, Волга и пляж. Для ребят путешествие в Самару – настоящее приключение. Третий этап летней школы начнется 20 августа. В Самару приедут еще 29 студентов из Польши, Великобритании и Тайваня. Мариана Мирная, Константин Головин. События.